Подключить нагрудный датчик пульса нельзя. Микрофона, динамика, слота под сим-карту нет, как и нет оплаты NFC. Галереи нет, браузера, конечно, тоже нет. Сторонние программы не установить. При первом подключении девайса на андроиде нужно включать мозг. Но в то же время отличный, сочный и яркий дисплей, удобная форма, адекватный ценник и есть always on display. Лютый хайп на ютьюбе, просто ковровая бомбардировка по обзорам и 100 режимов тренировки меня улыбнули. Как портативный блютуз плеер использовать можно. Многофункциональность на борту. И это непривычно хорошо и странно. Приятно, что даже для тонкой руки часики норм. Уверен, что вам будет интересно. Тьюб 515, всем привет вы на канале польза нет. И здесь только быстрые и емкие обзоры, долгие стримы, розыгрыш 5 фитнес браслетов ми бэнд 4 раз в месяц за лайк, подписку и любой комментарий к любому видео. Ставьте лайк за труды и честность. И сегодня я расскажу вам об умных часах хуавей gt2e. И только не пишите мне о браслетах и часах. На википедии просто война справками по этому поводу. Я принимаю, что по мнению большинства, в отличии от браслетов, умные часы позволяют пользователю устанавливать на часы сторонние приложения, расширяющие их функциональность. И чтобы не было кривотолков, в названии я указал, что хуавей gt2e это браслет. Для меня же они являются умными часами. По той причине, что они могут функционировать как отдельное устройство. Дальше софистики нет. У меня уже были хуавей gt2 на обзоре. Я их покупал за 15600 рублей в Санкт-Петербурге около 3 месяцев назад. Новую модель gt2e мне уже прислал производитель. Притом даже чек приложил по покупке. Вот так у нас начал работать маркетинг. Обязательств у меня перед ними нет. Не рассказывать вам до распродажи, не указывать бонусы и скидки. Да даже магазин рекомендовать я могу любой. Если этот девайс я буду рекомендовать. Поэтому для всех местных и не местных я делаю обзоры, а не рекламу. И в основном ищу недостатки. Достоинства вы можете увидеть везде. Поэтому для начала факты, а потом мои суждения на основании моего опыта. Но вообще получить после 500 обзоров впервые умные часы бесплатно это конечно интересно. Тем более после того как прошлые их часы я откровенно захейтил. Ссылка на обзор по ним в правом верхнем углу. А теперь главное, что изменилось. Хуавей отрезали всё лишнее в возможностях девайса относительно GT2 и конкретно скорректировали цену. А для меня это практически самый важный момент. Как и для любого покупателя. Главное чтобы соотношение цена-качество покупателя радовало. Как вы видите упаковка в том же стиле что и прошлая модель. Такая вот аля строгий премиум. Комплект. Сборная зарядка. Отдельно кабель тайп си. Отдельно магнитная подложка. Снова странного белого цвета. Даже с чёрными часами. К слову в продаже есть ещё серебристый корпус. Такой вот когнитивный диссонанс. Зато искать проще по квартире. Далее в упаковке быстросъёмный ремешок из флор эластомера. Очень с ним удобно спать. И документация. Всё максимально подробно. Но думать здесь особо и не нужно. Достали часы, включили блютус на телефоне. Скачали программу хуавей хелф и хуавей стор. Притом сервисы качать нужно апк файлом отдельно. Проще если вы не знаете что такое апк файл, то вы будете вспоминать все маты, которые знаете на всех языках. Через хуавей в хелф подключаем часики к телефону. На андроиде и на айос системах есть данная программа. Но с айос системами функционал будет значительно урезан. По часам. Вес с ремешком 72 грамма. Корпус из нержавейки. Дно часов пластик. Ремешок быстросъёмный. Управление сенсорный экран и две физические кнопки. Форма сгибанию кисти при отжиманиях не мешает. Вотч фейсов море. Стекло покрывается отпечатками пальцев довольно быстро. Always on display есть. Но делите две недели автономки на два, если станете его использовать. В режиме отслеживания GPS часики отработают около 30 часов максимум. Уведомления с часов после прочтения их на телефоне не удаляются. И хотя это дело они наверно пофиксят, пока вот такая вот печаль. Из необычных плюшек у вибрации есть два режима. Есть поиск телефона. Стекло хорошо защищено от лёгких воздействий не царапается. В свободной памяти доступно всего 2 гигабайта. Чтобы переслать на часы один трек, на 3 мегабайта нужно около минуты ожидания. Как я уже говорил, вы можете их использовать в качестве плеера. Закидывайте туда 2 гигабайта аудио, либо меньше. И после этого подключайте по блютусу к часам любые блютус наушники и можете слушать музыку. Функцию не беспокоить, здесь можно настроить по расписанию. Кстати, как и в любых фитнес браслетах. Экран AMOLED. Часы 46 мм в диаметре. Автояркость работает плохо. Разрешение 454 на 454 точки. Размер 1,39 дюйма. Пиксели, если всматриваться, видны. При сравнении GPS с Amazfit Stratos 3 показания примерно идентичны. По скорости поиска тоже схожи. По шагам данные примерно такие же, если использовать исключительно отслеживание по гироскопу. Аккумулятор на 400 мАч в идеале хватает на 2 недели. Заряжаются они за полтора часа до сотки. По факту разряд при постоянном замере пульса, замере стресса и активации поворота руки, часы поедают где-то по 10% в сутки. Если лютовать со всеми оповещениями и будильниками, будут поедать и по 20%. Bluetooth версии 5.1 и это довольно круто. Хоть и слегка избыточно при данных функциях. Watch фейсов много, при том они настраиваемые. Свою фотку установить можно. Яркости на солнце хватает для читабельности, но я считаю, что здесь яркости мало. Музыку можно слушать часов через блютус наушники или колонку. Либо часы можно использовать как пульт для управления плеером на вашем телефоне. В часах есть свой тренер по спорту. При плавании в меню подсчёток грибки не указываются. При перелистывании менюшек анимация иногда подлагивает. Микрофоны и динамика в часах нет. По работе. Плавности у часов нет и не будет. Слабоватое железо для такого экрана. Датчики – акселерометр, гироскоп, датчики освещенности, есть вибро и джи пи эс. Что можно настроить в программе и часах – вы и так прекрасно увидели. Цена по ссылке в описании к видео в районе 139 долларов, тысяча заказов. И я этих людей понимаю – на сейлах часики реально купить до 120 долларов. И это выгодно. Резюмирую и советую. Это реальная альтернатива мосфитовским GTR и GTS. Лучше они или нет – решать вам. Но по габаритам они меньше. И в этот раз внешний вид соответствует цене и возможностям. Оверпрайса здесь нет. Пишем что ещё купить на обзор. Следующий обзор будет о биц от доктор дре 3 серии для яблочных маньяков. Ставьте лайк за труды. Подписывайтесь на канал. Девайсу да или нет польза нет даст ответ. Добра и удачи вам дорогие друзья.